Здравствуйте! В эфире информационная программа День Республики в студии Геляна Багаева. День Республики в студии Геляна Багаева. Он поздравил Валерия Николаевича Ачирова 70-летним юбилеем и вручил ему заслуженное звание Героя Калмыкии. Такие люди – гордость нашей республики и страны. Он – Герой Советского Союза и летчик первого класса, патриот своей Родины – образец настоящего героя, который готов отдать свою жизнь, чтобы добиться победы, решить поставленные задачи и прославить свой народ, свою страну, прокомментировал Батухайсиков. Он также добавил, что Валерий Ачиров на посту советника главы региона вносит колоссальный вклад в развитие и процветание Калмыкии. Всегда радует за нашу республику. Валерий Николаевич также является главным консультантом министра внутренних дел России, возглавляет Объединенную национальную ассоциацию деловой авиации. Помимо этого он уделяет внимание вопросам патриотического воспитания и вдохновляет нашу молодежь. В администрации Листы состоялось рабочее совещание по вопросам весеннего благоустройства города. Согласно запланированному графику, со 2 апреля на территориях Холестинской агломерации будет проведен комплекс мероприятий по санитарной очистке, благоустройству и озеленению. Ответственным структурам поручено предварительно обследовать все улицы и объекты столицы, определить виды работ и уведомить представителей организации, ведомств и объектов предпринимательства о необходимости приведения в порядок фасадов, вывесок, входных групп и прилегающих к зданиям территории. Городскому зеленому хозяйству поставлена задача усилить работы по уборке дорог, тротуаров и общественных территорий. Все участки будут распределены и закреплены за подведомственными структурами. Муниципалитет выделит необходимую спецтехнику для проведения работ. Глава администрации Листы отметил, что к 1 мая город полностью должен быть приведен в порядок. Также известно, что в конце этой недели в рамках озеленения города состоится высадка 30 саженцев сосен. Сотрудники Национального музея имени Пальмова готовятся отметить 100-летний юбилей. Основные праздничные мероприятия запланированы на 18 мая. В Международный день музеев пройдут круглые столы, торжественные мероприятия, концертная программа. Также к праздничной дате планируется издание юбилейного альбома об истории музея, куда войдут именно тех, кто в разные годы способствовал сохранению культурного наследия наших предков. Со 100-летним юбилеем Калмыцкий музей поздравил глава государства Владимир Путин. Для нас это очень высокая оценка. Весь коллектив, конечно, воспринял это очень... Ну, скажем, это самая большая награда, когда президент Российской Федерации уделяет вот такое личное внимание. Решение о создании национального музея было принято на Первом Калмыцком съезде Советов. Дата основания считается 25 марта 1921 года. Первая экспозиция была открыта летом 1931 года, однако во время немецкой оккупации довоенные экспонаты были безвозвратно потеряны. После войны фонды пришлось пополнять заново. Вторым днем рождения музея считается 1 января 1960 года. Большое внимание музейщиками уделяется сохранению фондов. Сегодня в их расположении 86 тысяч единиц. Благодаря федеральной программе «Культура России» удалось отреставрировать 42 экспоната. 32 из них – уникальные буддийские танки, образцы старокалмыцкого искусства конца 19-го, начала 20-го века. Сегодня при поддержке московского мецената, публициста и правозащитника Ирины Ясиной на реставрации находится еще одна работа. Одна из пяти чудом сохранившихся во время депортации буддийских икон. Кроме того, за счет средств республики будет отреставрирована еще одна реликвия – большое полотно с изображением Будды Майтреи. Для нас очень радостное событие большое, что в этом году правительство наше тоже пошло нам навстречу и выделило средства на реставрацию другой уникальной танки из фонда уже нашего музея – танки с изображением Будды Майтреи, Мядрингеган, то есть это Будды грядущего мирового периода. И вот эта танка уже уникальна даже тем, что она больших размеров – 2,5-2,5, почти на 4 метра с тканевым обравлением, с паспарту. И тоже, когда коллеги наши реставраторы увидели ее, они были, конечно, в восторге. Очень яркие краски, очень каноническое изображение этого божества. В общем, их впечатлило и как зеркало иконы, то есть само изображение, но и уникальное тканевое обравление. В Кануге стартовала акция «Внимание, дети!». Организаторами выступают госавтоинспекции, заинтересованы министерства и ведомства. В ходе рейда будет усилен контроль за соблюдением водителями скоростного режима и правил стоянки. При этом особое внимание будет уделяться зонам нерегулируемых пешеходных переходов. Во время школьных каникул число ДТП с участниками детей и подростков увеличивается. Незанятые учебой школьники нередко остаются представлены сами себе и большее количество времени проводят на улице без присмотра взрослых. Как следствие, в этот период они чаще попадают в дорожные аварии. Госавтоинспекции Республики Калмыки обращают внимание родителям на то, что они являются главным примером для детей. Своими поведениями действиями формируют их воспитание и привычки, в том числе к культуре дорожного поведения. Поэтому принципиально важно подавать пример ребенку правильного поведения, никогда не совершать его присутствие на нарушении правильного дорожного движения. Они могут привести к трагическим последствиям. Операция внимания детям продлится до 31 марта 2021 года. В Яшкутском районе пассажира автомобиля изъят растительный наркотик. Полицейские выявили факт незаконного хранения наркотических средств. Известно, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное нарушение закона. В поселке Гашун Яшкутского района сразу же порядка установили автомобиль ВАЗ-212140. В салоне автомобиля в ходе досмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли наркотические средства, изготовленные из листьев дикорастущей конопли. Как установили полицейский, растительный наркотик принадлежал пассажиру автомобиля, 50-летнему жителю Яшкутского района. В дальнейшем в результате оперативно-растных мероприятий сотрудники органов внутренних дел домовладения, которое принадлежало задержанному, обнаружили посуду и ингредиенты для приготовления наркотических средств, а также сам растительный наркотик. Подозреваемый признался, что наркотик он изготовил из листьев конопли, произрастание которой он обнаружил в степной местности. Проведенное экспертами криминалистами на исследовании показало, что изъятое является наркотическим средством марихуана. Общий вес изъятого состоял свыше 100 граммов. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. По данному факту, органами следствия полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Вакцинация от коронавируса в республике идет активно. Дефицитов в препаратах нет. На сегодняшний день прививку получили уже более 10 тысяч человек. Напомню, записаться на вакцинацию можно несколькими способами. Самый популярный и быстрый вариант через портал госуслуги. Кроме того, в будние дни с 8 до 12 часов фалестинцы могут записаться по телефону, указанному на экране. В населенных пунктах запись ведется в местных районах больницах. Онкологи приглашают на прием жителей Целиного района. 30 марта с 9 до 14 часов в селе Троицкое на базе Целиного стационарного отделения состоятся консультации врачей-онкологов в резбольнице имени Жемчуева. Прием проведут мамолог и онкохирург Центра амбулаторной онкопомощи. Приглашаются пациенты с подозрением на онкозаболевания, люди, входящие в группу риска на новообразование, диспансерные больные, инвалиды, онкобольные лица пожилого возраста, не обращавшиеся за медицинской помощью более года. При себе необходимо иметь паспорт, медполис, НИЛС, маску или респиратор. Прием организован в рамках федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Отмечу, до пандемии врачи из больницы регулярно проводили выездные приемы в районах Камыки. Сейчас плановые мероприятия постепенно возобновляются. В Элисте состоялся открытый чемпионат Республики Камыки по мотокроссу. В заездах участвовали спортсмены разных возрастов из регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Пензенской, Самарской, Белгородской областей, Ханты-Мансийского автономного округа. Соревнования прошли в семи классах. С приветственным словом выступил министр спорта и молодежной политики Республики Камыки Константин Батыров. Он пожелал участникам соревнований бескомпромиссной борьбы, поблагодарил организаторов мероприятия, а также отметил поддержку главы Камыки Бату Хасикова в возрождении мотоспорта в республике. Благодаря поддержке Бату Сергеевича мотоспорт в Камыки начал активно развиваться, отметил Константин Батыров. По итогам соревнований победители из призеров в каждом классе наградили грамотными медалями, кубками и памятными подарками. Стоит отметить, соревнования прошли с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Вот уже неделю, как возобновили свою работу организации сферы досуга и развлечений, туристические агентства, бассейн и спортивных объектах. Соответствующий указ был подписан главой Камыки Бату Хасикова. Почти год любители плавания были вынуждены ждать разрешения оперативного штаба. Теперь уже все желающие могут вернуться в свою стихию, но при ряде условий. Каких, расскажет мой коллега Ченгиз Тихонов. Александр Саранов специализируется на Data Science, то есть занимается аналитикой данных. Работает молодой человек в Москве. В Элису вернулся, чтобы отдохнуть. Любимое его хобби – занятие плаванием. Он рассказывает, в Москве часто проводит свое свободное время в бассейне. Поэтому, когда узнал, что в Калмыкии они восстановили свою работу, сразу же записался в спорткомплекс. Здесь 50 метров – это очень редко для Москвы. В спортивных бассейнах там есть, конечно, но не так много. И обычно я плавал там где 25 всего. И там было всего, ну как, не знаю, по ширине в два раза меньше. И по длине. По длине, соответственно, в два раза меньше и по ширине тоже. И достаточно неудобно было. А здесь комфортно. И по сравнению с Москвой в целом это в разы меньше. Министерство спорта и молодежной политики Калмыкии совместно с региональным Роспотребнадзором провели работу по подготовке к возобновлению деятельности плавательных бассейнов в спортивных объектах. Главное условие работы – соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора. В плавательном бассейне такие условия выдержаны. Все посетители проходят входной фильтр, замеряют температуру, обрабатывают руки, проверяют наличие средств индивидуальной защиты. В раздевалках установлены разметки, социальные дистанции, работы и трициркулятор. Кроме того, как рассказывает медицинская сестра спорткомплекса Лариса Пакинова, при себе посетитель должен иметь ряд принадлежностей и справку на энтробиоз. Усилилась дезинфекция, санитарный контроль, то есть температура тела на входе проверяем, анамнез собираем. Дезинфекция у нас через каждые два заплыва. И обработку ведем дезсредствами, проветриванием производим. То есть соблюдаем все санитарные нормы. С воодушевлением приняли новость и спортсмены, которые занимаются в эротарене. Плавание укрепляет мышечный тонус. В целом повышается общая физическая подготовка, необходимая для успешного выступления на соревнованиях. Очень здорово, что бассейн «Эротарена» открылся, и у нас есть прекрасные возможности заниматься в таких условиях и готовиться к соревнованиям. Плавание в бассейне, в отличие от других видов спорта, не требует дорогостоящей амуниции, инструментов и прочего инвентаря. Для того, чтобы заниматься этим видом спорта, достаточно только желания. Чингис Тихонов, Владислав Бадмараев, информационная программа «Генреспублики». Любители конной стрельбы из лука примут участие в открытых республиканских соревнованиях. Федерация конной стрельбы из лука Калмыкии проводит весенний кубок 27 марта. В мероприятии, включенном во всероссийский календарь соревнований, зарегистрировано около 15 человек с разных районов республики. Напомню, Федерация конной стрельбы из лука открылась в октябре прошлого года. Возглавил ее двукратный чемпион Калмыкии по стрельбе из лука Хонгар Уладаев. Тренировочные пункты открыты не только в Элисте, но и на базе районов республики, в частности в Молдербетовском, Приютницком и Яшкульском. В составе Федерации около 20 человек. В январе ими был проведен первый республиканский турнир. Членом Федерации может стать любой желающий, говорит ее президент. Главное иметь желание возрождать исконно-калмыцкий вид спорта. У меня такая мысль всегда была, что привлечь больше наших земляков. Потому что я знал, что у нас большой потенциал, именно у нашей молодежи, которые свободно ездят на лошадях, могут и обучать лошадей. То есть просто научиться стрельбе из лука, с коня. И я думаю, как традиционный национальный вид спорта, он может стать у нас очень популярным. И получилось так, что у нас люди из разных районов Калмыкии. И кто где живет, открываем там свои уже тренировочные базы. Я вот езжу, тренирую, сейчас иду как и президент Федерации, и как тренер-инструктор. Стараюсь оснастить наши клубы инвентарем, луком, стрелами. Членами может стать любой желающий. Главное желание – уровень, в принципе, может быть нулевой. При индивидуальном подходе можно поднять уровень и верховой езды, и стрельбы из лука. Теквандийский Амурки – серебряный призер первенства Южного федерального округа. Соревнования прошли в Краснодарском крае. В нем участвовали юноши и девушки от 15 до 17 лет. Всего 250 спортсменов из 8 регионов ЮФО. Калмыкию представляли воспитанники Региональной федерации Теквандо и Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва. Наш спортсмен Василий Худалей провел три поединка в финале, уступил спортсмену из Ростовской области и в результате завевал серебряную медаль в весовой категории до 51 килограмма. В выпуске новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала ОТР на 21-й кнопке в IPTVZеленый.Ростелекома и на официальном аккаунте в Instagram reaccount.ru. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин